здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня у нас очень необычный гость мы очень долго ждали и наконец эта встреча состоится здесь в студии открытого диалога архиепископ подольский-либерецкий акси здравствуйте здравствуйте во первых мы рады что вы почти на своем внимании владыка я думаю что вопросов конечно для нашей программы это огромное количество мы постараемся максимально их вам адресовать и уверен что вы с удовольствием на них дадите ответ потому что ну одна наверное задач людей которые помогают я просто помогают жить людям отвечать на те вопросы которые время что называется выдвигает и обычные проблемы человеческие глобальные так далее поэтому очень приятно что вы к нам заехали вот выбрали время для такого разговора ну и прежде всего сегодня такой день праздник покрова пресвятой богородицы когда люди начинают даже с помощью интернета пересылать огромное количество всевозможных ну скажем так открыток да и как бы даже виртуально хотят приобщиться к этому событию вот если можно скажите что это для церкви что это для людей что это для мира на история праздника восходит к византийским временам константинополю к десятому веку когда блаженный андрей христа ради юродивой со своим учеником епифанием увидели во время богослужения во время ночного бдения все ночного бдения как у нас называется такое богослужение когда присутствующие все в храме и священнослужители миряне молятся всю ночь такое было сейчас это как крайняя редкость линия на фоне стал сну до век свои диктует правила и устои поэтому конечно сейчас такие длительные богослужения в традициях нашей церкви совершаются крайне редко может быть . рождество и пасха так вот так знаковые праздники безусловно так вот увидели эти два человека которые жили высокой духовной жизнью пресвятую богородицу которая молилась на коленях молилась сыну своему господу иисус христо надо сказать что в то время константинополь находился в опасности но по различным историческим оценкам что это было за опасность то ли от сарацин то ли это были посланцы князя олега русского князя да как ни странно ну вот таких такое мнение тоже есть но вот это видение ободрило всем молящихся в храме и константинополь не был взят божья матерь в конце своей молитвы сняла покров со своих плеч амафор по-гречески звучит это наименование этой части одежды и развернула над всеми молящимися храме вот такое вот событие ты с древним константинополя во время у власти находящегося князя андрея боголюбского который был назван в честь как раз андрея христа ради юродио блаженного чудотворца этот праздник пришел к нам на русь потому что так почитал князь андрей своего святого и вот такая вот традиция вроде бы с такого незначительного момента прочно укоренилась укрепилась сознание нашего народа и конечно в русской церкви празднуют этот праздник и прежде всего с молитвы начинают с божественной литургии и в нашем народе сейчас конечно и традиции уже подзабылись но вот на селе если мы почитаем такие вот исторические сведения с праздником покрова очень много было связано традиции потому что и свадьбы играли после по ногам даже ритуал цикл жизни крестьянина это праздник впрочем вошел уже конечно к сожалению не только своим богословским богослужебным символом а вот с такими традициями поэтому ну разник почитается у нас я так понимаю что здесь такой важный момент человеку свойственно искать защиты до защиты от всего защиты себе своим родным близким ну тут уже зависит да там городу стране и так далее и вот этот образ по покрову до которые как бы защищает себя он в принципе даже в литературе мы встречаем этом где-то это купол где-то это защита от чего-то там так далее потому что мы к сожалению все время находимся в таком состоянии что может что-то произойти поэтому конечно же это событие и люди делятся вот этими вот сообщениями этими посылками что ли как бы говоря о том что они этот праздник знают что они это понимают и они делятся этим нам хотел бы здесь отметиваться с этим что все-таки очень как-то вот на какой-то поток поставлен этот пересылки вот этих к ноге не понимать поэтому собственно говоря и наша встреча мне кажется лучше просто написать какие-то два слова с праздником но пусть это будет от тебя они вот эти вот вот я с вами абсолютно согласен потому что я считаю что поздравления высказанные лично да ну хотя бы по телефону да они гораздо важнее то есть это как бы ты чувствуешь отношения и к тебе и твое отношение конечно а так конечно как но как телеграмма сюда советское время посылали но вот вернемся к самому словам афор которая такое сложное может быть опять же для восприятия тех кто не совсем знает и потом она уже касается и так понимаю церковного облачения вот что можно об этом рассказать как она перешло так сказать из этой истории совершенно верно амафорда часть архиерейского облачения он символизирует заблудшую овцу есть такая икона так иисус христос и на шее он держит агнца маленькую овечку да и и эта икона называется добрый пастырь а история описано в евангелии когда символически под христом изображается пастырь у которого было 100 овец и вот одна овца заблудилась он оставил 99 овец которые уже были дома в загоне накормлены напойной пошел искать эту одну на христос да так и христос ищет вот эту заблудшую овцу заблудшую душу вот так символически изображается на иконах добрый пастырь но это является христос и вот это там афор который сейчас уже конечно не является вот таким ягненком агансом до превратился уже да 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 безусловно вот остается в символике богослужения в церковных облачениях в архиерейских облачениях вот этот смысл этот символ а такой вопрос а мы знаем что облачение такой серьезный до инструмент для наверное прежде всего пастыря до для священника вот насколько его соблюдение всех необходимых канонов планка помогает ему служить ну здесь не то чтобы помогать дело в том что каждая часть облачения имеет определенный смысл да будь то это диакон низшая степень священнослужения священник вторая степень и третья степень это архиерей у каждого есть части облачения которые надевают все три степени скажем так а есть то что разница и вот амафор это часть богослужебного облачения который надевает только архиерей и все вот эти длинные одежды они конечно символизируют где хитон самого христа где пояс которым подпоясывается всякий работник готовой искренне и истинно совершать свое служение свои труды некоторые части символизируют ту благодать которая при таинстве рукоположения пребывает на священнослужителях ну здесь можно и далее перечислять но дело что здесь это можно целом я думаю что да и вот может быть мы тем более что представители церкви у нас бывают отец или бывая часто я думаю что это очень интересно потому что опять же задача еще и понять почему именно так происходит почему именно такой вариантовую иного облачения это важная история что это нужно обязательно обязательно да тем более что мы всегда с удовольствием открыты и такой проект у нас как бы продолжается периодически но сейчас перейдем уже к другой части все-таки люберцы архиепископ подольский или беретский акси напомню на здесь студии поэтому мы не можем только не покорить о люберцах и 400 лет будет отмечаться этому замечательному месту бытия до определенного и возникает вопрос что за 400 лет происходило много всего да а есть чем гордиться безусловно а есть моменты которые связаны том числе с разрушением храмов вот преображенский и как все вот спустя 400 лет это можно ну объяснить как это можно предотвратить и что нужно делать для того чтобы этого не произошло из маленького селения вырос этот город всем история известна и действительно храмы это вот какие огонечки по лицу всей нашей земли когда человек в храм заходит он от своих проблем не то что уходит убегает он ищет как с чего мы слышали начали разрешение покров защиту в каких-то жизненных обстоятельствах жизненных ситуаций вот храма как раз действительно то место где можно найти ответы на многие вопросы и даже нам не кажется на время остановить это самое время подумать о себе близких родные всякого сомнения потому что нынешнее время настолько скоротечно что ты просто не успеваешь даже поразмыслить над тем что же произошло в сегодняшний день его вчерашний просто не хватает вот этого времени время как бы убыстряется ускоряется да безусловно то историческое время которое прожили наши предки и мы чуть-чуть отчасти захватили некоторые из нас когда видели эти разрушены храмы сейчас по милости божьей они реставрируются благоукрашаются подымаются из небытия ложила отпечаток даже до сих пор накладывает отпечаток на души человеческие к сожалению вот в люберцах не так много храма в самом городе на всего вот два храма это тот древний старинный храм в наташина троицкий храм и нынешний преображенский храм преображенский собор соборный храм в которой мы все ходим который мы посещаем храм еще рядом деревянный святителя иннокентина на одной и той же на одной территории конечно на том месте где стоял преображенский собор преображенский храм сейчас там располагается стадион всем нам это известно советское время до что делать но тем не менее есть безусловно мысли может быть не в таком варианте возродить но тем не менее на практически на этом месте установить храм установить храм преображенский храм хотя вот сейчас он так сказать перенесен на нынешнее место вот но тем не менее необходимость в этом есть потому что по 2 по 3 литургии совершается в большие праздники и конечно храм преображенский нынешний такой большой но для такого большого города для условно плотность населения очень велика и конечно же очень тяжело и молящимся в таком стесненном правильно понимаю простите что есть вероятность того что появится я очень на это надеюсь очень в это верю тем более что мы за это молимся но все-таки храм в самом городе вот еще один появился но раз об этом лет архиепископ подольский любилецкие то я думаю что тут так и будет с божьей помощи мой бывает и тому и быть а допомню что сегодня у нас в гостях архиепископ подольский любилецкий аксий очень быстро летит время первую часть мы практически уже с вами поговорили и от такого от истории да уже переходим городской тематики сейчас мы сделаем небольшую паузу и мы хотим узнать нашего гостя а какими он видит сегодня люберцы до встречи напомню что эта программа открытый диалог у нас гостях архиепископ подольский любилецкий аксий а как вы находите городской округ что вам нравится что может быть не нравится что можно подправить знаете я всегда с радостью приезжаю в люберцы посещаю и храмы и общаюсь с людьми и с представителями администрации мы в таком в тесном контакте и говорим о каких-то вот философских даже моментах таких знаете метафизических вневременных о ценностях конечно наши молодежи от тех людях которые требуют заботы и здесь церковь не обходит вниманием абсолютно никакие стороны жизни потому что церковь и то есть народ это есть же наша жизнь люблю бывать на богослужениях совершать богослужение здесь потому что невозможно не откликнуться сердцем на глаза прихожан которые стоят на богослужении и особенно во время проповеди ты видишь как они желают получить какое-то пастырское наставление что-то услышать какое-то важное слово и это все не потому что я такой умный или потому что я являюсь архиереем а потому что вот этот вот контакт который происходит между мирянами и пастырями он очень важный потому что во все времена народ божий всегда ждал от священников слова утешения каких-то евангельских истин то без суждения трудно самому иногда опять же ответить но иногда знаете иногда вот читаешь вроде бы все понимаешь но как-то это не глубоко заходит сердце а иногда от кого-то услышишь да ты может настолько глубоко поселиться в твоем сердце и дать нужный плод нужно результат принести что сам да сам даже удивляешься и конечно же не так часто я гуляю полюберцам и всего правда это может быть к своему стыду скажу было пару раз но именно вот пишу уже в машине не на машине проезжать потому что на машине ну и не очень интересно может быть конечно можно много посетить но и вообще люблю гулять пешком вот но мне нравится очень город несмотря на густо населенные районы ведь встречаются люди здоровы тот подходит благословение спрашивает история сегодня очень часто стоит на первом месте да потому что история то что было и каждый может наверное по-своему как-то интерпретировать да есть какие-то нормы есть какие-то отклонения есть какие-то домыслы есть какие-то фантазии вот насколько мы зависим от истории и почему историю нельзя нельзя придавать истории нельзя писать по-новому и и что всем нам известно события в начале двадцатого века когда был неправильно воспринят следующий лозунг что мы старый мир разрушим новый мир построим идея наверное была замечательная ну да очищение какого-то до смысле что слышать ее очень хотелось людям и действительно вот кто-то заразился этими идеями мы получили то что получили и даже сейчас все что мы получаем и видим это отголоски вот того времени вне всякого сомнения поэтому безусловно нельзя пренебрегать той истории той культуры и той традиции которая сложилась в нашем народе на нашей земле ведь наши благочестивые предки они хоть многие из них были людьми быть может не такими грамотными то не такими технически образованными но они чувствовали где нужно сказать да а где нужно сказать нет что добрая должно быть добром всегда что злое будет оставаться злом всегда как бы ни пытались вот это зло завернуть какую-то до гордого красоты а сейчас мы видим что это сплошь и рядом нужно и говорить о том что и на нашу культуру на наши традиции повлияла православная вера и наверное на нашу государственность наставление нашего государства даже на ход мысли в общем то то не всякого сомнений и поэтому вот возвращаясь сейчас к нашим истокам к нашим корням я думаю что многих проблем абсолютно различных уровнях человеческой организации можно избежать можно просто обойти все эти проблемы из по милости божией все разрешаемо наверное это связано с тем что иногда нужно думать слышать понимать друг друга понимать как человека который рядом с тобой понимать ближний круг дальний так далее и находить какой-то общий язык и вот тут возникает следующий вопрос который к вам как как пастырю как человеку который вот какой-то степени призван помогать людям идти по этой довольно сложной дороге жизни тема воспитания тема образования тема тут очень часто спорят да вот есть учитель а есть воспитатель научить то можно на воде до машину можно научить а как себя вести за рулем этого автомобиля наверное другой вопрос вот насколько вы считаете сегодня важен важна тема воспитания и в системе образования вообще системе человеческих отношений я думаю что воспитательный процесс он все равно первоочередной там уже идет образование потому что невозможно одно отделить от другого это не нужно делать педагог слова греческого происхождения как раз и переводится на русский язык как воспитатель а вот на церковнославянский он может быть даже более понятно переводится как где-то водитель то есть тот кто помогает ребенку становиться личностью надо сказать что в истории если исторически посмотреть не всегда воспитатели были грамотными людьми это уже потом они начали научать каким-то наукам и грамотности вне всякого сомнения сейчас внимание и церкви в том числе направлено на нашу молодежь потому что вот в нынешнее время в нынешнем веке очень сложно все таки вот эти вот ориентиры найти им следовать безусловно это и в семье происходит это происходит в школе от в каких-то обществах происходит который ребенок посещает мысли воспроизводит своей что-то говорит что-то делает и сейчас как это уже было и естественно до меня при владыке ювеналии за работа с министерством образования происходит и вот сейчас у нас очень такой интересный проект в нашей епархии делался свежеда диалог со священником я сам люблю общаться с ребятами это уже чаще всего 10 11 класса мы говорим действительно на очень разные темы с ними конечно там и вопросы они могут подготовить а может вообще беседа пойти не так сказать не по плану что называется ждите да вот есть такое право и они сначала стесняются а потом уже так как-то вот конкретика иди разогревается мне очень нравится с ними на эту тему беседовать это поэтому ты чувствуешь а чем же живет современная молодежь что ее волнует мы говорим и о счастье о любви о семье мы говорим о героизме в наше время и кто такой герой нашего времени в общем есть некоторые темы которые мы обсуждаем ребята участвуют в обсуждении может быть не так активно ну в силу наверно того что стесняются на мой взгляд но тем не менее тем не менее вопросы зала есть и никто их там не ругает что они там что-то не то спросит у батюшки нет я наоборот учителям горы нет 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 пусть они у нас может спрашивать все что их интересует это очень взгляд очень интересный диалог почему потому что все таки учитель это учитель чиновник это чиновник мама с папой это твои родные но не всегда тоже можешь с ними пообщаться а вот со священником мне кажется можно задать любые вопросы а на то это и человек который но если он может быть даже не знает ответ он подскажет дорогу где поискать по крайней мере правильную версию ответа да ну не у каждого ребенка здесь путь такой сканировать проложенные есть конечно момент вот какого-то смущения стеснения поэтому и я священникам говорю что нужно идти в школы чтобы вас не боялись чтобы это было уже книг каким-то таким естественным данным процессом когда батюшка приходит и обсуждают какие-то важные темы которые волнуют не только православного человек не только религиозного человек они волнуются наше общество и вот тут возникает вопрос технический прогресс да многие к нему относятся по-разному говорят что это делает нас немножко ленивыми не буду то есть вроде бы как жизнь становится лучше а мы немножечко становимся другими да с другой стороны мы прекрасно понимаем что вот возможность стать телевизионной встречи возможности работы в интернете и так далее дает нам какие-то новые этапы на пути нашего человеческого бытия вот как вы на сегодняшний день относитесь к теме у технического прогресса насколько он церковью скажем так воспринимается положительно чтобы вот опять же возвращаясь к тем основным скажем так тезисом до церковным которые через все века и времена продолжает существовать насколько сегодня технический прогресс помогает человеку и как вы как священник этому относится все же зависит от того что у тебя внутри если человек подготовлен а то он найдет обязательно правильный путь конечно сложно с молодежи вот в этом многообразии это даже многополярности сориентироваться безусловно интернет-пространство она диктует свои условия и не дай бог если наша жизнь из реальной вот этой вот обстановке жизни уйдет абсолютно в вот это вот интернет-пространство виртуальную жизнь вот же вот прохожу мимо опять же отнесла на своих прогулках молодые люди в любе друг друга да не знаю муж и жена или не обязательно они еще связано союзом брака пришли в кафе там покушать или кофе по общаться пообщаться заказали взяли свои аппараты да что-то каждый начинает писать возможно друг другу может быть и тогда ведь вы же пришли пообщаться насколько человек становится иногда вот зависимым от казалось бы абсолютно нейтральной вещи но все зависит от того что у него внутри что у него в сердце вот конечно опасность есть но также как богатство деньги не в них самих опасность а в том как человек к этому относится вот если он чувствует такую привязку к телефоном к различного вида технологии до который этому всему помогает вроде бы общению из чувствует что уже чрезмерно это давлять над ним тогда надо как-то в себе находить силы и регулировать это может быть даже путем каких-то таких вот внутренней собранности запретов или просить кого-нибудь но действительно это нужно делать чтобы не потерять самое главное вот возможность простого человеческого общения реального общения друг с другом и быть человеком машины да конечно у нас к сожалению совсем нет времени два момента первое короткий ответ что такое счастье я боюсь что коротко здесь не получится но для меня счастье это тогда когда у тебя внутреннее состояние мирное и покойное и покойное это не потому что тебя проблемы не заботят которые происходят вокруг который с твоими близкими соратниками с единомышленниками или внутри тебя происходит это способность в этих во всех ситуациях оставаться в таком ровном и спокойном состоянии это на мой взгляд это подвиг это умение человека без молитвы этому очень сложно научиться но самое последнее ваше обращение ко всем нашим телезрителям ваша так сказать как мы понимаем благословение спаси господи я всех вас дорогие мои поздравляю с праздником покрова пресвятой богородицы тяжкие бывают времена для отечества для семьи для человека как личности но история нашего отечества показывает следующее что когда наш народ когда сам человек семья обращались к божьей матери тогда царица небесная всегда отвечала им и все что происходило все было направлено на пользу души человека поэтому дорогие мои сохраняйте свои семьи в мире спокойствия помните что это самая дорогая и самая главная ценность которая у нас есть и тогда по милости божией мы преодолеем все испытания и искушения которые современная жизнь поставляет перед нами божьей вам помощи и пусть царица небесная сохраняет всех вас архиепископ подольский или беретский акси огромное вам спасибо но это была программа открытый диалог всего доброго